Привет народ, продолжаем играть в Race Driver Grid И сегодня нас ждет очередная серия лиманов И из них особенно выделяется самый сложный лиман Это вот эта вот трасса Сарта Чрезвычайно сложная, да, наверное, самая сложная трасса И даже сложнее гораздо, чем Милан А почему вы это сейчас узнаете? 3 миллиона евро в случае первого места Но первое место здесь навряд ли удастся получить И 120 тысяч очков опыта А тут есть на выбор некоторые машинки, всего две Вот эту машину мы никак не будем брать За 6 миллионов 750 тысяч евро Она хоть и может развить хорошую скорость Но все равно она значительно уступает вот этой машине Мазду мы и возьмем Экстремальный уровень оставляем И переходим к годке Это твой главный соперник Он был победителем в прошлом сезоне Тут важно, друзья, знать Как действовать с песком В начале сложного поворота Потому что именно на нем в основном обгоняют Вот тот самый поворот Прямо перед собой Надо знать стратегию того, как действовать на этом повороте Проехали не так и все Либо улетели сами Либо вас обогнали Одно из двух Кругов, к сожалению, четыре Это очень много Это просто невероятно много Отлично Ты лидируешь Сейчас важно держать машинку прямо И никого не пропускать Дальше будет очень сложный поворот направо Который очень сложно рассчитать Из-за большой скорости въезда в него А сложность в том, что боты, как правило, успевают объехать В момент, когда вы сбрасываете скорость Вот самый этот и был поворот Далее идут также сложные повороты С выездом на песок Как видите, в гору идем Ни черта не видно Разгоняемся и улетаем на песок Вот еще бортуется ясеный перец Пытаются выйти вперед Пропускать их здесь нельзя ни в коем случае Иначе их будет просто не догнать Череда опять же сложных поворотов идет Вообще-то, в теории, они проходятся на скорости Но я их, если честно, не вижу на большой скорости Поэтому Почитаю снижать скорость здесь Повороты довольно-таки резкие Можно улететь Еще один опасный поворот И за ним следует еще один такой же Сейчас очень важно с песком поступить правильно Если пытаться его объехать Нас, скорее всего, обгонят Надо лететь так же, как было в начале Вот таким вот образом По-другому никак Начинаете объезжать песок У вас тут же обгоняют Это уже проверено Так что только так Смотрите, нас уже догнали Боты отлично объезжают песок на скорости Как они это делают, совершенно не ясно Нас уже даже перегоняют Пытаются это сделать И это при том, что у меня была Приличная фора, да? Имеется в виду после песка Поддержаться надо еще так два круга Много места, где могут обогнать боты Вот только что проехали одной Бали на каждом повороте Они могут сделать обгон Смотрите, вышел он вперед И развернул нашу машину И развернул нашу машину Как он ее развернул, ума не поделали Вот бот, получается, она Очень резко повернул Смог это сделать И на скорости каким-то образом Развернул нашу машину Отлично, псих Отлично Новый личный рекорд Отлично Ох Ух Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я стараюсь здесь идти аккуратно, друзья Потому что я совершенно не вижу поворотов Из-за того, что они все на возвышенности Вот и на автомате их проходят, я просто их не вижу Естественно, за счет этих поворотов дебильных Итак, последний круг Если все останется как есть Вы с напарником займете первое и второе места в соревновании На песке только так Я еще раз повторю Другое по-другому просто никак Здесь также трава вынуждает нас по ней проехать И боты, смотрите-ка, нас нагнали А это при том, что они Не перепрыгивали песок Ехали по траве Ехали на экстремально быстрой скорости Кто из них не перевернулся Все это очень и очень странно Я бы хотел здесь посмотреть зеркало заднего вида Как они это делают Но его здесь нет Видимо, очень продвинутый едет бот сзади На очень такой серьезной агрессии Ох, он там что-то даже врезался Надеюсь, если опять нас кто-нибудь развернет Мы проиграем 100% Вот попытка-то была Да, очень сложно поворот, друзья Приходится тормозить Неплохой слепстрим Пошел американец А мы его сделали Да, друзья, это было мощно Победа Ты потрясающий гонщик Ты победил и в гонке, и в чемпионате Это, друзья, было просто охрененно сложно Давайте все это посмотрим, конечно Детально разберем Вот это и есть трасса Сарте Это и есть тот самый Лиман Ох, как подлетело Ну-ка давайте кавернем Так, где тут назад Важный момент Это первый поворот Начнем по порядку Вот Выберем ракурс Сейчас дайте подумать Так, ракурс-то у нас можно выбрать Только так Ну ладно Итак, друзья Важно, как Здесь что Седьмая, восьмая До десятого места позиция Обязательно Если вы будете, например, на двенадцатой Или там на одиннадцатой То будет сложнее гораздо Потому что Три круга идет только на догонение Соперника У меня тут была очень удачная позиция Седьмая, поэтому Мне было проще Я сразу после этого прыжка После вот этого Занял первую позицию Ну, практически сразу А то бишь, я вот этот поворот Буквально перепрыгнул И всегда это надо делать Потому что При попытке его объехать И как-то ровно Вас, скорее всего, собьют Или обгонят Это будет точняк абсолютно Это надо знать Что на этом повороте Можно вот так вот Сократить Ну, даже если вы так сократите Все равно Бот очень сильно Быстро вас догонит Это тоже точняк Вы все это видели Боты догоняют Очень быстро Машину лучше выбирать Вот именно в этом соревновании Вот эту вот На которую я ехал Та машинка, которая За 6,5 миллиона евро Она Что-то так неудачная Разгон у нее хуже Да и скорость, если честно У нее Не знаю, почему Пописали больше Но похуже И вообще ведет На себя похуже Вот, поэтому Машинка выбора Считаю только вот это Когда в этом соревновании Да, вот Успорим немножко Итак, вот он Сложный поворот Установим Поменяем камеру А, вот этот Сложный поворот Друзья Обращаю ваше внимание На то, что Отормаживаться надо Значительно Значительно Заранее, потому что Машина влетает в него На скорости А он очень резкий И сразу направо То бишь Первый раз Можно угодить Например, в песок Который чуть подальше А это 100% проигрыш Если затормозить Слишком сильно Или сдать Слишком сильно вправо То можно угодить Вот в эти бордюры Которые стоят справа Это тоже проигрыш Если как-то По левой Больше Прижиматься к левой части Этой дороги Этого полотна То вас обгонят машины Поэтому вам надо стараться Найти баланс Идеальный баланс Вот на вот этом месте Очень часто происходит обгон Очень часто Имеется ввиду Вас обгоняют А не вы обгоняете Вот Поэтому очень важно Как-то вот так вот Проехать ближе Наверное Вот таким вот образом Потом резко разгоняться Дальше идет подъем Гонка выматывает очень сильно А на тех машинах На которых бы я ездил Скорее всего Я бы не смог занять На первое место Поэтому я просто пропускал Эту гонку Но Тем не менее Вот эта вот она и есть Только без смены Дня и ночи Череда очень сложных подъемов Сейчас идет Вернее поворотов На подъем Потому что не видно Куда Сгибается дорога С какой скоростью Примерно проходить Эти повороты Проходятся они примерно На вот такой Средней скорости Ну По большей части Стратегия заключается Именно В блокировке Отвижения Соперников Ковежни Давайте им пройти вперед Если вы их пропустите Все Вы их не догоните Уже Потому что они очень быстро Разгонятся И уделят вперед Можно попытаться Будет еще вот здесь Перелететь Обращаю ваше внимание Кто захочет Да Траектории Только такая Ни в коем случае Не вздумайте Ехать по дороге Придется тормозить Вас тут же обгонят А тут в принципе Вполне возможно Вот по этому песочку На разгоне Пролететь Все реально Все возможно Наблюдаем Со стороны кабины Со стороны водителя Смотрите Вот есть 254 Показываю Да Там вышли Явно под 400 Как-то странно Я прям помню Что там была скорость Под 400 А вот здесь Показывается Почему-то 250 Тот же самый Сложный поворот Давайте посмотрим На какой скорости Проходятся Вот эти вот сложные Повороты В подъеме У меня по крайней мере Что-то в районе Смотрю Сотни Да Нас Развернули В лимане Это очень страшная вещь Если вас развернули Что эти проиграли Но Не удалось Нагнать И даже Обогнать Того Бота Который Меня развернул Повредил Машин Смотрите Вот повороты Да Ну я Когда машинка впереди Можно Побольше Скорость Делать Потому что Легче Ориентироваться По движущейся Впереди Машинке Легче Ориентироваться Я был здесь Вынужден На большей скорости Проходить Повороты Потому что Мне надо было Нагнать И перегнать Передидущих Мотов Тут как бы Не было Не до того Чтобы Аккуратно Что-то Возить Обязательно У порта Пошла Наскорость Здесь опять-таки По песочку И далее Ты гонял Я плода Теперь Не удалось Его перегнать Но потом Американец Ворвался Вперед И чуть было Не сделал Меня на фишу Интересный Этот момент Смотрите Да Вот казалось бы Меня Убили Машину Развернули Два бота Вырвались Вперед Тем не менее Их можно Опять же Как повезло Он попал в аварию Потому что Я был уже Слишком близко И ему надо было Очень быстро От меня Отрываться И Это привело К ошибке Папюшон На большой скорости Не въехал В поворот Вписался И уехал На песок Здесь На его Развернул Опять же Если бы Его не преследовали Он бы Проехал Аккуратно Если хотите Чтобы боты Сделали Ошибку Это Надо Их Преследовать Прям Плаком В машинке Вот нет Зеркала Заднего вида Тщательно Со стороны Вот Водителя Справа Есть Зеркало Но Его не видно В принципе А в движении Развернул В принципе, дальше уже и так ясно, что было. Давайте немножко протянем вперед. На тот момент, где американец взорвался вперед. Вот здесь это было. Вот он, тот самый американец. Вот на этом повороте. Да. Здесь он, смотрите, меня обошел справа. Вернее, слева даже, да? Ну-ка, ракурс камеры, если поменять. Обратите внимание, он шел по большему радиусу, описывал этот поворот. И быстренько вырвался. Как он так прорвался вперед? Обратите внимание, насколько сильно у него ускорение было. Он просто шел уже с большой скоростью. И тут вот я резко за ним начал движение. И обрезка ускоряет, не теряя ни секунды. Сломят голову. Потому что уже теперь не финиш. Здесь повороты. Вот те самые повороты, где мне удалось его обойти. Опять же, я здесь вполне могу улететь при этом столкновении. Ну, я удержал машину и... В общем-то, чудом не врезался вот в эти вот борты, да? Покрышки вот в эти. То бишь, буквально там совсем чуть-чуть было за столкновением. Здесь тоже вот, если посмотреть, проходились повороты. Смотрите, как аккуратно. Прям вот... Вот сколько там? Сантиметра два-три. Пять. Сколько вот? Стоит задеть и все. Сразу будет. Ну и финишное. Приквам, друзья, продолжаем. Посмотрим, где наш напарник. Напарник пришел только и лишь с этим. Ну, так или иначе, наши команды впереди. Ну, правда, мы, как бы, одинаковое количество очков получаем с Electric Race Go или что там? Как? Да. Спонсоры платят. Хотя деньги, в принципе, тут уже... Ай, не о чем. Абсолютно нам не говорят, потому что мы уже получили максимум денег, можно купить все абсолютно. Отличная гонка. Деньги текут рекой. Деньги текут рекой, да. 112 миллионов евро, друзья. Это очень и очень много. И спонсоры. Выступление за другие команды – отличный способ заработка. За участие в каждой гонке вы получите фиксированную сумму плюс бонусы за выполнение требований команды. Но ваши победы никак не отразятся на вашей репутации. Думаю, что следующие лиманы, друзья, мы пройдем в следующих сериях, потому что это была очень сложная гонка. Она действительно была на измот. Вот. Повезло, можно сказать, мне здесь то, что я с седьмой позиции начинал. Или сколько там было, да, вроде бы седьмая. Вот. Иначе все могло бы закончиться вторым или третьим или даже пятым местом. Потому что это очень и очень сложная гонка вот эта лиман. Далее опять идет серия лиманов. Посмотрим, что это будут за лиманы. Трассы здесь значительно меньше по длине, но больше заездов. Четыре заезда. Машинки быстрые. Может быть в одну серию уместим все вот эти два заезда. Хотя я так и не думаю. Ну все это будет в следующей серии. Я говорю вам пока. Увидимся. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok